Этот небольшой фильм-портрет посвящен одному из самых известных людей Сергея Посадского района, пионеру кооперативного движения, успешному предпринимателю, благотворителю, яркому политику, отличавшему со своей активной жизненной позицией и непримиримостью в борьбе с социальной несправедливостью в лихие 90-е годы XX века Петру Кирилловичу Бондарю. Он не уроженец Радонежской земли, но сделал для нее столько полезного, сколько не сделали многие ее коренные жители, имевшие подчас возможности неизмеримо большие, чем полюбившие эти святые места украинец. Наверное, возможности не совпали с желаниями. Итак, Петр Кириллович Бондарь родился 2 июля 1948 года на Украине в селе Лукашевка Тростяницкого района Винницкой области. Выходец из простой крестьянской семьи, учася в вечерней школе, он уже в 15 лет зарабатывал на хлеб тяжелым трудом шахтера в Донецке. Характер и силу духа проявил молодой парень и на службе в армии. При обороне рубежей нашей Родины в Хабаровском крае на Даманском полуострове во время известного советско-китайского вооруженного пограничного конфликта он получил серьезное ранение. Как особо отличившегося, его направили на лечение в Центральный военный клинический госпиталь города Пушкино Московской области, где и комиссовали. В госпитале он остался работать техником-электриком. Будучи коммуникабельным, с хорошим чувством юмора, познакомился со многими интересными и влиятельными людьми, один из которых пригласил рукастого и сообразительного парня на работу в Москву на фабрику по ремонту и изготовлению мебели. Он прошел путь от простого приемщика до начальника цеха. Ощущая недостаток образования, Петр Кириллович поступил в Московский технологический институт на заочное отделение. В 1979 году в городе Пушкино в небольшом магазине хостоваров начинающий экономист совершенно случайно встретился с председателем горплана Загорского горосполкома Антониной Николаевной Каминской. Они разговаривали о проблемах снабжения населения строительными материалами. Петр Кириллович поделился своей идеей создать такой специализированный магазин. Проницательная Антонина Николаевна сразу пригласила его приехать в Загорск для обсуждения данного предложения с председателем исполкома Валентином Николаевичем Мироновым. Вскоре встреча состоялась. Миронов тоже мгновенно оценил перспективного специалиста и предоставил ему свободу выбора площадки для строительства удобного для всех магазина. Действительно, увидев на месте старого магазина практически полуразрушенный сарай, Петр Кириллович так воодушевился, что в короткий срок, проявив свои незаурядные организаторские способности, открыл первый в районе, как бы сейчас сказали, супермаркет строительных материалов в системе МОСОБЛ КООПЛЕ СТРОЙТОРК, не только с автомобильными, но и с железнодорожными подъездными путями. Тогда, во времена Горбачевской перестройки, стройматериалы являлись страшно дефицитным товаром, но Петр Кириллович, уже дипломированный специалист, умудрялся не только договариваться с поставщиками, выбивать фонды, но и влиять на освоение целинных земель под дачные участки. Это была поистине инновационная деятельность бизнесмена Бондаря, которую тогда горячо поддерживала и городская администрация коммунистического толка. Об этом всегда тепло вспоминают руководители города и района того революционного периода. Уважаемый Петр Кириллович, уважаемые друзья, а здесь собрались только друзья Петра Кирилловича. Я помню его 20 лет назад, каким он пришел к нам молодым, высоким и стройным. Действительно пришел в сарай, ничего не было, а тогда начиналось движение за подъем сельского хозяйства, садово-огородническое развитие пошло, индивидуальное строительство. И вот я не побоюсь сказать громких слов, с Петра Кирилловича все началось. Он добывал фонды, мы распределяли их. И вы знаете, это шутка, но если говорить серьезно, он действительно внес очень большой вклад в дело строительства в Сергиево-Посадском, тогда в Загорском районе, индивидуального строительства и садового строительства. И вы знаете, нет, наверное, здесь ни одного человека, которого он не попал. Ну вот посмотрите, даже здесь какая сидит армия, да? И представьте, от этого город и район шел к нему. И у него для каждого находилось доброе слово. Кому он не мог помочь в настоящее время, он и обещал, и выполнял свои обещания. И мне хотелось, Петра Кириллович, сегодня сказать тебе большие слова благодарности. Вот за то, что ты делаешь для всех людей в этом районе самые добрые дела. Ты всегда имел возможность, самое главное, вот он был направлен на то, чтобы сделать добрые дела для жителей Загорского района. В том числе и для приезжающих на территорию Загорского района. Я всегда это помню. И помню вот твое маленькое опекунство на всех уровнях. Твое доброе отношение. Не останавливаясь на достигнутом, успешный предприниматель Бондарь в середине 80-х прошлого столетия организовал и возглавил уже свое предприятие, производственно-хозяйственную ассоциацию «Золотое кольцо», позже преобразованную в закрытое акционерное общество. Учредил торговую фирму «Строим дом». Когда я сказал, что у нас будет ассоциация «Золотое кольцо» и положил на стол первые учредительные документы, я не смогла ему сказать, что он великий фантазер и выдумщик. И не могла предположить, что буквально через полгода это будет мощная, сильная, полноценная организация, способная создать и творить очень много. Вот, видимо, за все за это и вы и любит. Вдохновленный и окрыленный приятными заботами по развитию своего производства, Петр Кириллович Бондарь встретил в Загорске и свою, действительно, вторую половину, как в Онегине у Пушкина, свою Татьяну. Очаровательная, с романтической душой художника, Татьяна стала не только его самым близким человеком, но и самым верным другом в горе и радости. В 1984 году у них родилась чудесная дочурка Юлечка. В начале 90-х годов все в стране перевернулось вверх дном. Соответственно, перестроилась и система власти, и отношение к людям. Началась пресловутая приватизация, в народе прозванная прихватизацией. При дележке земли, заводов и пароходов вновь возникло социальное неравенство. Установились новые правила и в бизнесе. Уже узаконенной нормой стали товарно-денежные отношения, поддерживаемые формулами «ты мне, я тебе», «кто сильнее или богаче, тот и прав» и так далее. Работать честно, по закону, с пользой для общества, с заботой о людях становилось все труднее. Не минуло чаши сия и такого крепкого бизнесмена с обостренным чувством справедливости, как Петр Кириллович Бондарь. Его свобода мыслия, влиятельность, общественная активность и независимость начали раздражать власть придержащих, с которыми он по роду своей деятельности и по призванию правозащитника вынужденно вступал в различного рода противоречия, а, попросту говоря, в производственные и правовые конфликты. Они ведь, по сути, мешали развиваться таким, как Бондарь, били по рукам, не стесняясь отдавали команды отнять, удушить. Я его знаю как порядочного человека. Большие положительные черты заключались в том, что он был не просто трудоголиком, а ответственным. Каждый день на работе у него выходных не было. В трудные времена, когда было в полном смысле гонение со стороны администрации, расторгая принужденно договора аренды, мы на тот период времени лишались рабочих мест, коллектив в составе 80 человек был на грани увольнения, но, несмотря на это, благодаря твердости и способностям Петра Кирилловича, был сохранен коллектив. Для того, чтобы сохранить, нужно было изыскивать другие возможности. И мы этими вопросами занимались. В пределах района нашли мы, организовали рабочие места в Краснозаводске, Зеленый поселок, Парфеново, Диулино, Бужениново. Поэтому до сего времени тот состав коллектива в настоящее время работает и очень благодарен Петру Кирилловичу. Поскольку он являлся в округе депутатом, у него каждую неделю он принимал по графику жителей, и, соответственно, на их просьбы он реагировал и откликался. Безвозмездно помогал, особенно пенсионерам, на ремонтные нужды таких, как бы, незначительных, поскольку ветхий фонд на кирпичке, на первый, на второй, он никогда не отказывал. Это были такие, будем говорить, очень нужные и необходимые строительные материалы. Это ремонт полов, линолеум выделялся безвозмездно. Также за счет фирмы Петр Кириллович взял на себя обязательство расселить барак по адресу Московской шоссе, дом 5, и предоставив им жилье. И с этими проблемами мы, как могли, справлялись, несмотря на то, что нам постоянно ставили припоны со стороны администрации. Давались указания, чтобы приостановить разрешительную документацию. Это было связано как со строительством торгового комплекса, со строительством магазина в Краснозаводске. Так в 1993 году началось его жесткое противостояние с существующей системой власти, которая допускала любые методы воздействия настроптивых граждан, в каком бы статусе они ни находились. Доходило даже до того, что приходилось прятать дочь Юли у друзей и соседей. В момент задержания и вообще по всей этой истории, как первый день с вами обращались? Ну, первый день, конечно, плохо, безусловно. Они меня оглушили в машине. Вас били? Ну, только пистолетом один раз потом ударили. История, которую я хочу вам сегодня рассказать, произошла в городе Сергиевом Посаде, или Загорске. Она началась примерно год тому назад. И похоже, что в ней есть все. И коррупция, и грязные деньги, и наемные убийцы. Как это происходило все? Это происходило 27 июня, в 7 часов утра. Значит, пришли двое. Один из них в милиционерской форме. Значит, меня позвал, здесь у меня проживал человек, значит, позвал меня. Говорит, Петр Киллович, к вам пришли два человека. Один милиционер. Ну, я учитель, что милиционер я... Это дело было в воскресенье утром. То есть, я прошу прощения. Да, в воскресенье утром было. Значит, я поднялся, прямо рубашку, накинул и, не одеваясь, вышел к ним. И они говорят, Петр Киллович, нельзя ли у вас получить вот проекты под дом? Я предложил им приехать на работу в понедельник, 28-го. Откуда они пришли? Я не знаю, откуда они пришли. Пешли? Да, они пешком пришли. Они пришли. Значит, я предложил им, да нет, нам надо срочно, надо бы получить их сегодня, эти проекты. Ребята, ну, сегодня не получится, по причине, что я жду людей, и мне некогда с вами заниматься. Давайте, приходите в понедельник ко мне на работу, и я вам все предложу. Если вам что-то понравится, пожалуйста, нет вопросов. Ну, здесь они напористы, ну, давайте все-таки поедем. Я говорю, вы мне надоели уже. Я прикрываю калитку, в этот момент один вырывает калитку на себя, который в милицейской форме, выхватывает нож, бьет меня ножом. Я подставил руку, он пробил мне здесь руку, пробивает руку, бьет меня ногой, падаем. Значит, он мне еще несколько раз ножом бьет сюда. Но мне все-таки удалось выхватить у него нож, здесь вот палец. Порезал, да, мне. Значит, я выхватил у него нож, и я оказался с ножом. Второй побежал с ножом на этого человека, который был у меня. Ну, он тот сильно начал кричать, на крик выскочила жена тоже, выпустила собаку, собственно, что помешало им нас дорезать. За мою, так сказать, практику, это первый случай, когда мы имеем дело с наемным убийством. То, что оно было наемное, это, в общем-то, сейчас уже доказано... Попытка убийства. Да, попытка убийства. Ну, дело в том, что оно было возбуждено как попытка убийства через 15-ю, то есть статья 102-я. Им указали на жертву. Это один из, значит, деловых людей нашего района, значит, который, ну, еще в застойные годы, будем так говорить, уже был, так сказать, достаточно заметен вот в экономической жизни города, района. Ну, и, значит, почему именно его выбрали? Еще, значит, это предстоит следствию, наверное, установить. Так они теперь задержаны, да? Да, у нас задержаны 5 человек. Им предъявлено обвинение, они арестованы. О какой статье? О статье 15-я, 17-я, 102-я, пункты З и Н. Это что, расшифруйте, пожалуйста. Это покушение на... соучастие в покушении на убийство. Пытавшиеся убить Бондаря проживают в Нижегородской области. С виду отнюдь не головорезы. В интересах следствия мы не можем их показать и назвать их имена, равно как и имена тех, кто оплачивал их услуги. Я выписался с госпиталя и узнаю, что сразу же после выписки из госпиталя, значит, из РОП поступила, значит, просьба, значит, чтобы меня взять на прослушивание. Причина? Причина, значит, одна была. Значит, то есть, дескать, я связан с бандой. Какой бандой? С какой бандой? Называется банда, значит, Лига Бокса. Значит, я никакого отношения к этим людям никогда, так сказать, не имел. Значит, она называет мне фамилию. Лига Бокса, это известная вообще вам, да? Лига Бокса, значит, называет фамилии, но я, эти фамилии, мне, собственно, ни о чем не говорили и так далее. Я, естественно, значит, значит, ну, собственно, вот поводом для того, чтобы меня включить на прослушивание, на мой телефон, вот послужило, значит, вот это письменное письмо, значит, областную прокуратуру. Это произошло 27 августа. Петр Бондарь ехал в офис на своей служебной белой шестерке. Внезапно его блокировали два автомобиля. Люди в штатском с оружием в руках. В первые секунды Бондарь подумал, что это очередное нападение. Потом понял, это арест. Ну и в этот момент начинается у меня обыск. Вытаскивает меня с правого кармана предмет, ну, желтая ручка. Объявляет, что это мелкокалиберный пистолет. Ничего подобного никогда я в руках не держал. Это стреляющая ручка, огнестрельное оружие сделано под авторучку, да? Да, под авторучку, мелкокалиберный патрон. Вы первый раз видели в жизни? Я ее впервые видел, вообще в жизни никогда в руках не держал. Ничего подобного. То есть, если я вас правильно понял, вы полагаете, что вам ее подложили? Я не понимаю. Ну, в процессе следствия, в процессе следствия, по сути дела, даже вопрос, по большому счету, и не возвращались к этой ручке. На самом деле, получилось, что действительно случай нехороший. Буквально накануне была задержана группа солидная с оружием, с автоматом были задержаны лица иногородние. И вдруг здесь знали уже, что на Петра Кирилловича было совершено покушение. Вот. И, в общем-то, он был в поле нашего внимания, чтобы, в общем-то, не допустить, чтобы человека, в конце концов, все уже привели в исполнение до конца этот приговор. Было ясно, что он кому-то мешает. И там был сотрудник МБ, который его постоянно охранял. Просто по счастливой случайности он не поехал с ним. И там вполне могла бы оказаться перестрелка. И погиб бы, будем так говорить, погиб бы, да, сотрудники погиб бы. Петр Кириллович, по крайней мере, для меня до сих пор не ясно. А так уж ли важно было это задержание. И такое, что за преступление было совершено нашим потерпевшим, что, значит, понадобилась вот такая операция с таким эффектом звуковым. Задаваясь вопросом, кому понадобилось убрать Бондаря, я встретился еще с двумя известными в районе людьми. Разговор с ними навел на мысль о том, что, похоже, идет охота на неугодных людей. Но кто ведет эту охоту? Я приехал в дни 15 с отпуска и узнал об этих событиях, что было совершено покушение на Бондаря Петра Кирилловича, что перед этим нападение было, он получил ножевые ранения. И затем, значит, уже через следственные органы я узнаю следующую картину, что первая группа приехала, которая делала покушение на Петра Кирилловича, затем неудавшаяся группа уехала из города. Появляется другая группа, которая уже имеет задание устранить, убить Петра Кирилловича, добить Петра Кирилловича и меня. Однажды, значит, когда я пришел в гараж, понятия, значит, в свой гараж, у меня оказался гараж прострелянным. Сам гараж? Сам гараж, да, дверь насквозь, понятия, значит, пробита. Ну, я Петру Кирилловичу сказал об этом, понятия, значит. Я не криминалист, понятия, не знаю, связано ли с этим, не связано. Ну, а вообще-то, конечно, обстановка вот такая в районе сложная, понятия, значит. Меня больше всего в этой истории смущает не это. Меня смущает то, что вот политика перехлестнулась с уголовщиной, а уголовщина с правоохранительным органом. Это всегда было. Но оно не было так явно, как сейчас. Люди, которые не хотят разоблачений своей деятельности, они хотят просуществовать очень долго, в своем нынешнем качестве, в более высоком качестве. И они за это готовы заплатить любые деньги. Сегодня многие факты, имена и подробности остались за кадром. Только потому, что их огласка может помешать следствию. Хочется верить, и основания для этого есть, что в ближайшем будущем туман в этой истории рассеется. А пока, а пока, герой этой истории на свободе. Он жив и здоров. И, черт побери, он улыбается так по-доброму и так заразительно. Из сложившейся ситуации прямолинейный Петр Кириллович Бондарь выбрал единственный для такого, как он бойца, путь. Идти в депутаты. Только работая в законодательной власти, можно влиять на положение вещей в больном обществе. Лечить его, говорил новоиспеченный политик. Надо признаться, это мнение разделяли многие. Поэтому в своем избирательном округе Бондарь одержал безоговорочную победу. Свой депутат в районном совете появился теперь и у первого избирательного округа, в который входят скобяной и кирпичные поселки. Напомним, что выборы по этому округу территориальной избирательной комиссии были признаны недействительными по причине якобы проведенных сторонниками лидирующего кандидата Петра Бондаря выбросов фальсифицированных бюллетеней. По этому основанию была подана жалоба в Московский областной суд. Вчера, 18 марта, состоялось заседание суда, на котором было вынесено решение отказать территориальной избирательной комиссии в удовлетворении жалобой и признать выборы по округу действительными. Сегодня депутат районного совета Петр Бондарь дал интервью нашему телеканалу. Жалоба территориальной избирательной комиссии осталась без удовлетворения. Мне радует, что Московский областной суд, так же как и Сергей Посадский районный суд, поступили в соответствии с законом, не руководствуются эмоциями и с позиции конъюнктурных соображений. Наконец-то мы наблюдаем, что приучают некоторых чиновников жить по закону. Почему шло такое длинное разбирательство по данному вопросу, всем известно. И кто виновен, тоже известно. Я не хочу называть фамилии, я иду работать в округ, исключительно работать, а не выяснять отношения. В округе очень много проблем нерешенных. Это, пожалуй, один из самых тяжелых округов в Сергеево-Пасадском районе. Бедственное положение как на первой кирпичке, так и на второй и в целом на Скобяном поселке. Мы знаем, что сегодня Скобяной поселок приезжает далеко не лучшие времена. И вообще завод «Звезда» далеко не лучшие времена. Это систематические невыплаты, заработные платы. Это, может быть, не самое лучшее обеспечение теплом и горячей водой. И вообще масса нерешенных проблем, которые, в общем-то, сегодня необходимо решить руководству предприятия. Одного из самых крупных предприятий в районе. Я надеюсь, что, в общем-то, совместно с избирателями я приложу все усилия для того, чтобы многие из этих вопросов были решены. Политика политикой, но депутат Бондарь и конкретными делами доказывал свою правоту. Несмотря ни на какие трудности, он поддерживал многие социально значимые проекты, имеющие духовно-нравственную основу. Естественно, приходилось использовать и личные финансовые возможности. Так, за короткий период была создана редакция газеты «Золотое кольцо», частная школа семейного обучения, оказана поддержка в организации школьного телевидения, первого всероссийского детско-юношеского фестиваля авторской песни «Спасите наши души», первого фестиваля телекомпании Московской области «Братина», первого всероссийского турнира по самбо в памяти Сергея Тропинова, устроена встреча с великим русским писателем Владимиром Солоухиным, началось восстановление церкви святых апостолов Петра и Павла, Успенского храма и строительство Международного Троицкого культурно-образовательного центра в деревне Игнатьево. Это всего лишь малая толика славных дел общественного деятеля и заступника простого народа Петра Бондаря за четыре года его депутатской деятельности. И когда пришло время новых выборов, большое количество сергиево-пасадцев снова оказали ему доверие. Главу района Валерия Степановича Юдакова сменил Василий Дмитриевич Гончаров, но это перемены мест, слагаемых в жизни района и в отношении к ярким созидательным личностям, к сожалению, мало что изменило. За второй срок своей депутатской деятельности Бондарь также продолжал помогать многим общественным организациям сергиево-пасадского района – детским садам, школам, больницам, спортивным клубам, коллективам художественной самодеятельности. При его непосредственном участии укреплял свою материально-техническую базу сергиево-пасадский отряд милиции особого назначения, производился ремонт детской поликлиники, ветхого жилья на кирпичном поселке, издавались книги, восстанавливались церковь сошествия Святого Духа на Никольском кладбище, храм Алексея Человека Божия в городе Ходьково, церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Мишутино. Третьи выборы в районный совет депутатов Бондарь снова выиграл с большим преимуществом. Люди видели по телеканалу «Тонус» его бескомпромиссные дебаты на заседаниях Совета, на рабочих комиссиях, читали его отчеты в газете «Золотое кольцо» и в других оппозиционных средствах массовой информации. Да что там видели, читали. Конкретно, в реальной жизни ощущали результаты работы народного заступника. Люди частенько прямо на улицах подходили и благодарили своего избранника. А благодарить было за что. Он добился льгот для ветеранов труда и инвалидов, поставки дефицитных лекарств, ремонта дорог на кирпичном поселке. Там же практически за свои средства расселял жилые бараки. Помог в организации встреч с легендарными генералами Валентином Варенниковым и Александром Лебедем, с депутатами Госдумы Владимиром Жириновским и Николаем Травкиным. У себя на родине в Украине восстанавливал Свято-Казанский храм в городе Ладыжин, а в Сергиевом Посаде начал строительство воскресной школы имени святого праведного Иоанна Кронштадтского при Успенском храме на Болотной улице. И как любой храм нашего города, он требовал, естественно, помощи финансовой. И вот в те годы для меня, новые годы настоятельства, Петр Кириллович оказывал посильную помощь. Я знаю о том, что он помогал еще и прежде этому храму, прежнему настоятелю, архимандриту Владимиру Кочерявому. Помогал он ему, особенно в укладке мраморной плитки вот этого храма. Я тогда предложил ему заняться серьезной работой, а конкретно это реставрацией вот этой школы, где сейчас мы находимся, потому что она была в плачевном состоянии. Деревянное здание все сгнило, и было уже аварийным. И вот благодаря Петру Кирилловичу, который поддержал тогда меня и сказал, что начинаем. Я беру на себя сейчас подвиг, чтобы начать цокольную часть этого здания. И он, конечно, очень посильно и очень много участвовал вот в строительстве этого воскресной школы, потому что как раз начался кризис, все почувствовали особую тревогу, и у многих людей тогда иссякли источники помощи по определенным причинам. Но Петр Кириллович не оставлял даже и тогда, он помогал чем мог. В частности, вот он дал сюда всю свою опалубку, он посылал сюда людей, то есть участвовал как только мог. Да, он был всегда доброжелательным. Петр Кириллович, можно сказать, он оказался воодушевителем этой мысли о построении здания. Не думаю, что если бы не он, то этого бы здания здесь бы сейчас точно бы не было. Не сдавал Петр Кириллович Бондарь позиции народного заступника, пройдя и в третий раз выборное чистилище. Несмотря ни на какие препоны и рогатки цензуры нагнет административного ресурса, выстоял и по-прежнему смело отстаивал свое мнение и с открытым забралом критиковал чиновничий беспредел. Как депутат это, будем говорить, общественная нагрузка, кроме дополнительных проблем, потому что проблем на самом деле много. Работа с избирателями – это тяжелая работа. По сути дела, при той ситуации, которая сложилась сегодня в районе, приходится много и постоянно выяснять отношения с действующей администрацией. И порой, конечно, даже свои какие-то деньги, которые свободно есть, приходится тратить на нужды, тех же избирателей. Где-то, скажем, кому-то отремонтировать, те же качели поставить, горку и так далее. Или с помощью обращаются какие-то школьные учреждения, и приходы обращаются, приходится им помогать решать те проблемы, которые, в общем-то, надо решать, и администрация за них не берется или просто не решает. Если проанализировать те же медикаменты, за последние несколько лет они буквально в цене выросли, в разы. В разы. Так что это говорит о том, что производители медикаментов сегодня как бы живут неплохо. Они жируют на нашем здоровье, на наших проблемах социальных. Лужа Дмитриевич, который сам это сегодня как бы числится у нас мэром, сегодня выпал пока в осадок. Значит, в городе без власти. В городе без власти, в районе без власти, значит, и по информации, якобы даже у нас топливо осталось чуть ли не на пять дней в районе. Так что, насколько это объективно, опять же, я не уточнял. Но то, что нынешняя власть как бы была не заинтересована, что у нас наконец-то в районе возникла нормальная рабочая ситуация, ну, вы все хорошо знаете и осведомлены, как проходили выборы. Буквально до 28-го, только в час ночи, закончился суд, на котором, так сказать, сам это мы узнали, что все-таки выборы состоятся. Народ настолько сегодня агрессивно настроен Гончарову, это мы буквально читаем не только, скажем, это, а можно услышать буквально везде. Итог известен, итог известен, по сути дела идет открытый саботаж наших конституционных прав. Поэтому, что может последовать за этим? Это будет правильно, я считаю, что обязательно должно быть уголовное наказание. Но так как господин Грунин, для него сегодня вот то уголовное наказание, которое он может понести от саботажа выборов, оно значительно ниже, нежели то уголовное наказание, которое может возникнуть после выбора. А именно, я полагаю, если будет разбор полетов, которые они совершали с восьмидесячного протяжения вот этих лет. Там есть вопросы, намного солидные вопросы и круче, понимаете, надо будет отвечать перед законом. Именно перед законом. Назовем вещи своими именами, не добрали еще. Еще не разграбили все, что есть в нашем районе. Я вот получаю информацию, что продан универмаг. Значит, это муниципальная собственность, продан универмаг. За какие деньги? Я знаю, что стоимость вот этого объекта при сегодняшней ситуации, это нижняя планка 2 миллиона долларов. Я заявляю, за сколько его продали, вопрос остается открытым. В 95-м году, когда выставили этот универмаг, и он был на торгах, значит, один потенциальный покупатель, это была наша фирма. Я сделал заявку, и когда Василий Дмитриевич узнал, что мы сделали заявку, с торгов был снят сам это, с объяснением, что для муниципалитета будет выгоднее вот этот универмаг использовать и сдавать в аренду. Петр Кириллович, у нас еще один телефонный звонок, давайте его примем. Доброе утро. Алло, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Всех с добрым утром. Петр Кириллович, те заслуги перед районом, с ненавистным для народа режимом, как бы, Ваш известен, Ваш вклад в это дело. Но сделано еще даже не полдела, а дело-то впереди. И Вы, как коммерсант с большой буквы, не расслабили себя в администрации, ну, хотя бы на должности замглавы по торговле, и до этого времени там одни крохоборы сидели. Как Вы смотрите на этот вопрос? Я Вам должен сказать, что я, как бы, время прошло достаточно, я в самостоятельном плавании уже еще в Советском Союзе, еще в том государстве был, и я привык, так сказать, жить по своему режиму. Я работаю 7 дней в неделю, как правило, без выходных, но, тем не менее, я, будем говорить, вольный казак буквально 79-го года. Значит, ну, а никогда у меня не возникало особого желания работать в администрации, и даже, к слову сам, это, может быть, даже никогда не возникало желания быть членом партии. И коммунистически, когда все удивлялись, как это вот руководитель такого ранга, сам это, и не коммунист, значит. Ну, пришлось им объяснять, что вот это, то, что я создано, это создано, так сказать, без помощи партии, может быть, только при молчаливом согласии партии. Я, значит, я смог все-таки в советское время достичь, так сказать, определенного уровня, но абсолютно с нуля. Конечно, он был не один. Входил даже в неформальный депутатский блок народных депутатов, который ратовал не для галочки, а за реальное улучшение жизни Сергия Упасадцев. Есть другое предложение. Сегодня не проводить совет, потому что все документы подписаны Гончаровым и так далее, и так далее, и так далее. Что не соответствует закону. Это первое. Второе. Вообще на последних советах, на мой взгляд, и на взгляд моих товарищей, коллег, проводились тоже незаконные решения. Я поддерживаю предложение Букова Сергея Георгиевича по простой причине. Потому что тех безобразия, которые творились в районе, Ольга Васильевна, прямо или после, она тоже несет ответственность на протяжении вот этих всех десяти лет. Этому блоку удалось заставить и чиновников, и коллег по депутатскому корпусу более внимательно отнестись к существующим проблемам, будь то вопросы эффективности местного самоуправления, затянувшаяся процедура оформления собственности или разработка проектов западного и восточного объездов в корне, меняющих жизнь Сергея Посада, как города одной улицы. То, когда строили путепровод, путепровод, нас ограничили в площадях, ну, как бы вынуждены были территории, по нашей территории планировалось прохождение путепровода. Петр Кириллович принял решение, что отступить, дать возможность, чтобы развивался город, и строили незамедлительно, подписал соглашение. Личное не превалировало у Петра Кирилловича над общественным, нужным и необходимым делом для того, чтобы ввести дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию именно вот этого тоннеля, нужного нам города. Мы взяли на себя обязательство обустроить детскую площадку на территории, прилегающую к стройке. Как правдоруб, он не мог себе позволить промолчать, если решался какой-то вопрос, положительный, необходимый для города, для района. Он был смелый и не боялся за свои слова и ответственный товарищ. В такие моменты особенно помогала Петру Кирилловичу поддержка самых близких. Мой папа – это просто супергерой всех времен и народов. Папа, спасибо за все. Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, а также, чтобы все твои мечты и желания существились. Что пожелать? Самое главное – здоровья. Это что самое главное? Друзей хороших. Любить, быть любимым. Хорошим отцом, хорошим мужем семьи. Естественно, самое-самое хорошее – здоровья. Пришло время молодых руководителей. Людей новой формации. Василия Гончарова сменил Анатолий Упырев, возглавлявший до этого Сергея Посадский мясокомбинат. Грянули очередные выборы в райсовет. Для Бондаря они стали четвертыми и, наверное, самыми сложными. Имеется в виду сам рабочий период. И готовилась еще масса акций, которые, в общем-то, даже включала имитация теракта, взрыв и так далее. В город должно было приехать порядка 200 человек, которые должны были инсценировать беспорядки, драки и так далее. В милиции была как бы дана команда устная. Не вмешиваться в эти потасовки. Создать хаос. Создать хаос, да. Я, когда узнал об этом, я обратился и в прокуратуру, и в УВД. Проинформировал. Я знаю людей, которые, в общем-то, с администрации должны были, так сказать, вот это все, под их, так сказать, началом осуществляться. Ну, понятно, кому это нужно. Понимаете? Это ясное дело. Не нужно было ни к кандидатам, я в большинстве кандидатов, потому что один из кандидатов вдруг заявил, что ничего, ваши выборы состоялись, а будет так, как есть. Значит, тут уже, так сказать, осмелел. Но я понимаю, что у него это последние выборы. Когда он пойдет на следующие выборы, он обязательно пойдет, ему надо будет баллотироваться в Думу. Мы ответим ему, видимо, напомним ему сам это его участие, его роль вот в тех выборах, которые проводились 28 ноября. Казалось, демократии в исполнительной власти прибавилось. Теперь можно было, не боясь преследования за инакомыслия, говорить все, что думаешь, и даже больше. Но проблем от этого не убавилось. Тем не менее, уверены, что победит не сила, победит правда. В данной конкретной ситуации мы обратились в районный суд с заявлением о захвате власти. В районном суде заявление не приняли к рассмотрению. Мы обратились в областной суд. Областной тоже отказал в рассмотрении нашего заявления. После этого мы вынуждены были обратиться в Страсбург. Со Страсбурга мы получили сегодня ответ на наше заявление, где нам сообщают о том, что наше заявление принято к рассмотрению и будет рассмотрено. Одновременно со Страсбурга идет также информация в администрацию президента о том, что есть заявление от жителей Сергея Посадского района. Ко всему прочему, новые государственные реформы дробили последние стержневые устои власти и экономические скрепы. Как сказал один мудрец, не дай бог жить в эпоху перемен. Экономика стала такой экономной, что даже порой пояс некуда было затягивать. Трагической логикой в это кризисное время стал и разгул бандитизма. В кровавых криминальных разборках погибали не только члены организованных преступных группировок. Сергея Посадский район потрясли громкие заказные убийства и известных общественно-политических деятелей. От рук киллеров пали главный врач Ходьковской больницы, депутат Ходьковского горсовета Альберт Саакян, генеральный директор лакокрасочного завода, почетный гражданин Сергея Посада Владимир Карпачев, генеральный директор фирмы Эльбрус Владимир Двойных, главный архитектор Сергея Посада Виктор Журавлев, заместитель директора электросети Геннадий Евдокимов, генеральный директор фирмы Георгий Георгий Сухосян, директор фирмы Щедруха Валерий Савенков, заместитель начальника налоговой инспекции Татьяна Гомонова. Выполняя свой служебный долг в Чеченской республике, попав в засаду, погибли 17 бойцов Сергея Посадского ОМОНа вместе с командиром Дмитрием Маркеловым. И вот в этот момент Петра Кирилловича подбили еще и личные трагедии. Сначала сгорел дом, а потом погибла в автомобильной катастрофе любимая дочка Юля. Нет страшнее доли для родителей, чем пережить своих детей. Весь свет стал немил, а на Бондаря, как на лидера общественного мнения, смотрели десятки тысяч его избирателей. Трудно было собраться с силами, но, стиснув зубы, Петр Кириллович выдержал и это испытание. Рядом была супруга Татьяна, и, укрепляя себя, осенью этого страшного года они обвенчались. Хочется несколько слов сказать о самих взаимоотношениях Петра Кирилловича и Татьяны Ивановны. С тех пор, как я их узнал, то они стали прихожанами нашего храма. Сейчас не могу сказать точно, почему они именно избрали этот храм. Наверное, это было их внутреннее такое чувство. Но их взаимоотношения друг с другом было заметно всем прихожанам. Петр Кириллович не оставлял Татьяну Ивановну, знаю это честно, что часто, ведь они жили в Абрамцево, по-моему, где-то далеко, всегда за ней приезжал, и они вместе отправлялись домой. Это была прекрасная, на мой взгляд, пара, которые любили друг друга, помогали в трудные минуты друг другу. Насколько мне известно, взаимоотношения были ровными, дружественными. Иными словами, они помогали и дорожили друг другом. По окончании четвертого срока своей депутатской деятельности Петр Кириллович Бондарь принял решение уступить место молодым и более искушенным в современной государственной системе власти политикам. Объяснял все это, как и положено, правдорубу предельно ясно. Демократия в стране похоронена. Я никогда не заносил и не буду заносить взятки. Как депутат я был уязвим, потому что меня всегда можно было зажать в тиски по моей производственной деятельности. Но все, что можно было делать по моим силам и возможностям, я сделал. А кривить душой не хочу и не буду. В 2010 году он покинул политический Олимп, но остался одним из самых авторитетных и уважаемых граждан Радонежской земли. Еще много успел сделать и многим помочь генеральный директор закрытого акционерного общества «Золотое кольцо», меценат-благотворитель, народный заступник Петр Кириллович Бондарь. Но в 2017 году тяжелая рана, полученная еще тогда, на Даманском полуострове все же сразила его. Это стало серьезной, очень ощутимой утратой для сергио-пасадцев, которым он беззаветно и честно служил всю свою яркую жизнь. Прощались с Петром Кирилловичем в Успенском храме, который когда-то он один из первых начал поднимать из руин, где отпевали его любимую дочь Юлю, где обвенчались с женой Татьяной. «Святый Боже, святый крепкий, святый беспертый, молниуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый беспертый, молниуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый беспертой, молниуй нас! Петр Кириллович Бондарь, безусловно, вписал одну из самых интересных и, можно сказать, судьбоносных страниц в летопись земли преподобного Сергия Радонежского. Субтитры создавал DimaTorzok